Здравствуйте, я Кирилл Токарев, в эфире гид по инвестициям новой формации. Продолжаем пытаться разобраться в том, как сохранить, а может быть даже и приумножить. Сегодня поговорим о рынке производителей продовольствия, о смежниках, имею ввиду удобрения, компании вообще заняты в этом бизнесе. И, в общем, главный вопрос, на который сегодня отвечаем, продовольствие, как заработать на занятых в цепочке производства. Алкоголь, сразу оговорюсь, сегодня оставим за рамками обсуждения, равно как и ритейлеров, о них уже говорили и не раз, а начнем с рубрики «Мнение». Наши эксперты представят свое видение ситуации в отраслях. Нет никакого мирового продовольственного кризиса, по крайней мере, в сфере снабжения продовольственными товарами никаких рисков и угрозов нет. Несмотря на то, что в Европе была засуха, там тоже собрали достаточно много зерновых. На зерновые, кроме кукурузы, не повлияло засуха. Самое негативное влияние засуха оказало именно на кукурузу. Оценка урожая кукурузы в этом году была снижена на 25%. Также негативно отразилась засуха на урожае подсолнечника. Примерно на 9-10% снижена оценка по урожаю подсолнечника в этом году. Говорят, две беды – урожай и неурожай. А урожай – беда побольше. Вот она и случилась. Просто мы компенсируем своими ресурсами ослабление показателей по урожаю в Европе. Вот все. Общие отраслевые показатели слабые сейчас. В данный момент рынок и продажи, и окупаемость выглядят непривлекательно. Конечно, если говорить об энергетическом кризисе и о высоких ценах на газ, в первую очередь, естественно, негативно сказывается это на производителях удобрений в Европейском Союзе. Но по оценкам, естественно, в первую очередь это негативно сказывается на производстве азотных удобрений. У нас производители удобрений оказались, я бы сказала, на месте нефтяных газовых компаний. Поскольку они единственные, наверное, из всей экономики российской, из всех российских экспортеров, оказались в наиболее благоприятном положении. Надо сказать, что, конечно же, мировые цены повысили уровень прибыли этих компаний. И, в принципе, также можно сказать, что ситуация в этих компаниях неплохая, судя по динамике акций. Объективно, качество российских удобрений характеризуется показателями вот именно высокого, не только, может быть, даже не столько технологического, а сколько экологического качества. Соотношение цены и качества хорошее, поэтому, я надеюсь, несмотря на все применения, в том числе экономические, связанные с логистикой, у них хорошие перспективы для дальнейшего продвижения на международный рынок. Итак, как заработать? Можно ли заработать на бумагах компаний, которые заняты в производстве продуктов питания, продовольствия, сельскохозпродукции, удобрений, в том числе, как участников цепочки производства? Сегодня в этом нам помогает разобраться Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Ярослав, приветствую, как обычно рад видеть. И начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Александр, также приветствую, рад видеть. Александр, ну давайте с вас и начнем. Вот есть такая известная максима, люди всегда ели, едят и будут есть. Всегда нужны любой стране сельхозпроизводители. Эта история стабильная, понятная, внятная и перспективная. Вот исходя из нынешних условий, вообще идея инвестировать в пищевую промышленность, именно российскую, сразу говорить, мы сегодня про Россию. Ну, понятно, в связи с какими причинами, в общем-то, со сложностями торговли иностранными эмитентами. Вам как? Вот понятно, что у нас отличные сельхозпроизводители, замечательные, мы сейчас видели рубрику мнения, производители удобрений самых чистых в мире, крайне высокотехнологичных, замечательные, но есть огромное количество. Но их немного, есть ограничения иностранные, есть проблемы со внутренним спросом, ну много в общем. Как вам в целом идея инвестировать в эти бумаги? Вы знаете, в целом идея, ну она абсолютно имеет право на существование, тем более, что акции производителей удобрений, акции, собственно, сельхозпроизводителей и продовольственных, собственно, товаров, они, в общем-то, сейчас имеют какое-то, так сказать, защитные свойства, да, по отношению ко всем остальным отраслям. Так или иначе, санкционная составляющая их не затронула, да, поэтому их привлекательность, в общем-то, базируется в том числе и на этом. Плюс, естественно, конъюнктура, когда у нас, собственно, уже надвигается такой достаточно серьезный экономический кризис, они будут оставаться защитной отраслью, в том числе, собственно, в глобальном масштабе. Поэтому идея очень неплохая, да, другое дело, вот вы начали, собственно, наш разговор о том, сохранить или приумножить. Я думаю, что сейчас история больше про сохранить. И если мы говорим о доле акций в портфеле в целом, да, то сейчас, допустим, на горизонте год, мне кажется, не стоит больше держать, там, 10% акций в портфеле. Год. На годовом горизонте. На горизонте 3 года можно себе позволить чуть-чуть больше. Если вы хотите, собственно, сохранить реальную стоимость своего портфеля с учетом инфляции, то это 20-25%. Из этой доли, да, я допускаю, что акции, собственно, сельхозпроизводителей и продовольствия могут занимать чуть-чуть большую долю, чем все остальные. Интересно. Ну, прям, Ярослав, согласен? Вот с такой оценкой, да, 10-20, может быть, больше, чем остальные. Я знаю, вы опытный игрок. Такие рынки доводилось комментировать. Я уже не буду нашим зрителям рассказывать. Но все-таки, что скажете про отрасли? Отрасли, потому что у нас тут на самом деле и пищевка, и классический сельхозпроизводитель, и про удобрения поговорим. Вот что о них в целом, так, global view? Очень непростая ситуация. Я бы сказал, почему, потому что часть производителей сельхозпродукции уже достаточно хорошо выросли. Кое-что надо уже, мне кажется, фиксировать. Ту же самую аквакультуру я бы, наверное... Так-то мы, да, мы сейчас прям по всем еще пройдемся. Да, если говорить про минеральные удобрения. Отрасль экспортоориентированная, да, и нас ждет, опять же, новые налоги, новые исчисления со сверхприбыли, и ждем уточнения от Минфина, каким образом это будет происходить. Ждем мы новых санкций еще. А вы согласны с Александром на тему того, что такое, отчасти, защитный характер имеет? Я, наверное, в большей степени соглашусь, что это активы, которые относятся в большей степени ко второму эшелону, обладают очень высокой волатильностью, поэтому долю их в портфеле, конечно же, надо достаточно жестко контролировать с точки зрения потенциальных рисков волатильности. Почему? Потому что они могут взлетать на 100%, могут корректироваться на 50%, и это может происходить на достаточно коротком промежутке. Ну, давайте вот как раз тогда по конкретным бумагам пройдемся, потому что я вот из тех, кого сейчас будем разу не припомню, чтобы кто-то на 100% там взлетал, давайте с производителей продовольствия начнем, и сельхозка, и пищевка. Давайте посмотрим, что у нас сейчас торгуется. Русагра – крупнейший в России производитель сахара, масложировой, мясной и сельскохозяйственной продукции. Сейчас акции торгуются на уровне выше 750 рублей. Аналитики БКС «Экспресс» оценивают потенциал роста до 1100 рублей к концу 2022-го. Согласно отчету Русагра, за первое полугодие 2022-го выручка увеличилась на 22% год к году. Чистая прибыль сократилась на 99%. Причины – рост цен на сырье и курсовая разница. Сильный рубль играет против компании, так как около 30% выручки приходится на экспорт. Впрочем, компания участвует в программе льготного кредитования, поэтому даже увеличение процентных ставок Банка России не окажет негативного эффекта на выручку. Главный риск – сильный рубль. В Черкизово еще один претендент на рост к концу 2022-го. Аналитики Bars Finance предполагают, что к концу года бумаги прибавят 22%. Драйверы роста, расширение производственной базы и географии российских продаж. Доля экспорта у Черкизова 7%, поэтому санкционные риски исключаются. Основные направления – Китай, Вьетнам и страны ближнего зарубежья. В этом году первые партии продукции направлены в Объединенные Арабские Эмираты. По итогам первого полугодия выручка группы Черкизова выросла на 20% год-году. Чистая прибыль уменьшилась на 49%, а рентабельность корпорации упала из-за роста себестоимости. Еще одна компания с потенциалом роста к концу года – Инарктика, известная как «Русская аквакультура». С начала года котировки показали падение 11%. Но «Газпромбанк инвестиции» и «БКС инвестиции» прогнозируют рост бумаг в долгосрочной перспективе. Компания практически единолично владеет всеми пригодными участками для выращивания атлантического лосося в России. Дополнительные драйверы роста – хороший отчет по итогам шести месяцев. Выручка и прибыль компании выросли почти в три раза. За первое полугодие 2022-го компания выплатила дивиденды в размере 15 рублей на акцию. Основные риски – биологические. Например, в 2015 году из-за вспышки инфекции компания потеряла более 4000 тонн атлантического лосося. Это привело к существенным убыткам. Вообще, российский агробизнес сильно зависит от импорта. Эта проблема усугубляется торговыми санкциями со стороны Евросоюза и США. Поэтому, чтобы поддержать сектор продовольствия, правительство России расширило программу субсидирования аграриев. Под нее подпадают и компании по производству кормов для аквакультуры. Тирослав, ну вот только бывшая аквакультура, русская аквакультура, был у нее там скачок один раз. Остальные-то все вполне себе. Ну да ладно, кто нравится вот из этих, может быть, ребят, больше? Черкизова. Нравится Черкизова. Стабильно, хорошо, долгосрочно. Насколько вот брать, сколько положить? Я думаю, от трех до пяти лет. Вот так вот. А маленький фрифлот, ничего? Именно за счет того, что маленький фрифлот, необходимо ориентироваться на среднесрочные, долгосрочные инвестиции в этом активе. Конечно же, интересно для меня и Акрон, и Фосагра. Мы к ним еще вернемся, к удобрениям отдельно поговорим. А вот из этих, только Черкизову, как с вами понятно. А Русагра чем нет? Депозитарки. Так как есть, опять же, определенные риски, связанные с владением депозитарных расписок. И, ну, если говорить именно про Русагра, мне кажется, у них, наверное, самая простая, самая легкая ситуация, вот, с точки зрения перевода депозитарок в акции на российский рынок. И потенциально, конечно же, это даст хорошее движение котировкам. Но здесь мы являемся заложниками многих аспектов, связанных и со стратегией самой компании, и с потенциальными рисками, которые возникают. Поэтому, наверное, я бы с удовольствием покупал бы Русагра, если бы она торговалась компанией, я имею в виду, акции на российском рынке. Понятно. А культура бывшая не нравится? Нравится, абсолютно нравится. Ну, немножко дороговато, я считаю. А вот так сейчас даже дороговато? Даже сейчас, я считаю, немножко дороговато. Понятно. И волатильность большая. Волатильность, да. Бегает Александр, что вам тоже нравится? Потому что Черкизов, да, мне тоже абсолютно понятная история, большие молодцы, круто. Но тот же самый Русагра, отличное корпоративное управление, куча интересных проектов, все там, в общем, довольно понятно. Что вот, и согласно, опять же, с Ярославом на то, что берем Черкизова на 3-5 лет, сидим спокойно себе, и защитный актив, и понятная команда. И понятный бизнес. Или нет? Ну, из этих трех компаний я бы все-таки на первое место поставил Энарктику. Так, почему? Да, дороговато. Но, скорее всего, рынок недооценивает, собственно, итоги 2022 года. В контексте санкций или самой компании результативность? Что, ограничение поставок или... Здесь и, собственно, шестикратное падение импорта техокеанского лосося на внутренний рынок. Компания может, ну, естественно, выиграть от этого, да. Это и рост цен на икру, и рост цен на рыбу. Я думаю, что просто рынок сейчас несколько недооценит, как я уже сказал, по мультипликаторам итоги 2022 года. И здесь есть хороший потенциал. Ну, как хороший? То есть сейчас хороший потенциал может считаться 20% плюс. Вот, все, что ниже, это уже как-то на уровне держать. На второе место, да, действительно, Черкизова. Черкизова, собственно, показала, скажем так, неоднозначные результаты. Вот. И опять-таки, да, здесь меня ограничивает, прежде всего, ликвидность акций. Акция глубокого третьего, четвертого эшелона. Сложно, там, набрать объем и так далее, да. Кстати, да, вот если в возрастимости компании «Арктика», то здесь в акциях, собственно, мы наблюдаем поддержку акционеров. То есть из-за маленького фрифлоута акции не падают, да, потому что есть хороший бит на это всегда. Поэтому здесь вот сейчас как раз именно время таких компаний, где акционеры поддерживают акции своих компаний. Наш верный зритель сразу несколько вопросов задает. На какой срок заходить сельхозбумаги на всю жизнь? Со смайликом пишут. Ну, вот, как бы, рецепт Ярослава по Черкизову понятен. На 3-5 берем. Вот та же самая «Анарктика». Насколько бы заходили, что может быть тоже по Черкизову или, не знаю, по Русагра. И второй вопрос тоже всем сразу адресую. Может, интереснее фьючерс на зерну и бумаги ритейлеров, которые вроде как проще инфляцию перекладывать на конечного покупателя. Ай-яй-яй, не должны перекладывать все-таки, но пока им действительно проще. Что скажете? По поводу, опять-таки, горизонта прогноза, как я уже начал, что сейчас, собственно, время сохранять. Если вы вкладываетесь на один год, то доля акций вообще не должна достигать 10-13%. Вообще в портфеле сейчас? В портфеле, да. Время сохранять. То есть это такое, собственно, мое мнение. Если на 3 года, то вполне возможно увеличить эту долю. Это раз. Во-вторых, что касается конкретной «Анарктика», я думаю, что взлет будет после публикации отчетности за 2022 год. После производственных результатов, ну, на горизонте полугода, 9 месяцев мы должны увидеть хороший там прирост. Фьючерсное зерно, ритейлеры? Ритейлеры, да, конечно. Пятерочка выглядит, в общем-то, не так плохо сейчас, да. По сравнению с тем же магнитом, который упал, но очень хорошо отжался. А пятерочка... Ну, и с пятой, в смысле. Да, да. Ярослав, то что про фьючерсное зерно как альтернативу и бумаги ритейлеров? Как альтернативу? Ой, зерно вообще очень специфический товар, и, в принципе, здесь стоит говорить о многих рисках, которые мы сейчас имеем, в том числе связанные с геополитической ситуацией, с действиями нашего правительства. Но, опять же, на каком-то периоде. То есть фьючерс, он в большей степени предоставляет возможность либо хеджировать какие-то риски, либо спекулировать в краткосрочной перспективе. Спекулировать, если у вас есть возможность спекулировать, спекулируйте. Ну, мне кажется, что вот такую специфику в текущей ситуации уже достаточно сложно торговать. А если говорить про ритейлеров, ну, да, конечно же, FIVE выглядит хорошо и, по идее, должны еще неплохо подрасти. Понятно, понятно. Ну, вот Дмитрий говорит, берем магнит на всю котлету. Друзья, не надо брать на всю котлету никогда, да, если... Никогда не надо, не надо вообще, вообще ни при каких условиях, даже если у вас есть 100%. Может быть, котлет в магните? А, ну, может быть, да, по акции, да. В общем, берите с умом, как обычно. Давайте поговорим про производителей удобрений. Там есть интересная, как мне кажется, тема. В сентябре у российских производителей удобрений появился новый триггер снижения финансовых показателей – экспортные пошлины. Таким образом, правительство планирует собрать с производителей удобрения около 105 миллиардов рублей в год. Это сильно скажется не только на выручке компаний, но и на дивидендной политике. Из плюсов Евросоюз намерен снять ограничения на перевозку российских удобрений. Сейчас на Мосбирже торгуются акции трех российских компаний, которые занимаются производством минеральных удобрений. Самая крупная – Фосагра. В конце августа акции компании вошли в индекс голубых фишек. Фосагра производит 57% фосфорных удобрений в России. В первом полугодии 2022-го выручка увеличилась на 91% благодаря высоким ценам на удобрения. На этом фоне акции с начала года выросли более чем на 6%. Компания регулярно выплачивает дивиденды. Доля России в общем объеме сбыта Фосагра более 30%. Остальное идет на экспорт. Санкции США Фосагра не затронули. Среди потенциальных рисков – падение цен на удобрения, введение санкций или ограничений на экспорт. Акрон – ведущий производитель сложных и азотных удобрений. В первом полугодии 2022-го акции вошли в десятку лидеров роста среди компаний второго эшелона. С начала года бумаги показали плюс 18,5%. Среди минусов – высокая доля экспортной выручки – 80%. Оценить перспективы Акрона сложно. Компания не предоставляет финансовые отчеты. Куйбышев Азот – единственный в России производитель высоковязкого полиамида и высокопрочной технической нити. Его акции с начала 2022-го прибавили меньше 1%. Доля экспорта не такая большая, как у Фосагра и Акрона, но все равно значительная – около 50%. Выручка за 2021 год выросла на 65%. Активы увеличились на 31%. За первое полугодие 2022-го компания выплатит дивиденды 15 рублей на акцию. Что, друзья, то, что три компании, да, три рецепта, что нравится больше прочего? Потому что все три компании мне симпатичны. Сразу признаюсь, Фосагра мне более всего понятен был. Сейчас под санкции не попал формально, да, но что там на самом деле происходит? Есть логистические, очевидно, трудности, они как-то решаются. Но насколько эффективно, не очень понятно. А может, и подпадет, что сказать? Александр, вот кто? Кто? Кого взять? В моменте, я думаю, что сильно продали Фосагра. Я думаю, что можно подбирать уже на этих уровнях. Здесь и дивидендный гэп, и новость о пошлинах новых, точнее о налогах. То есть все, они уже в цене? Я думаю, они в цене, я думаю, что подбирать можно. Драйвером роста будет, собственно, ослабление санкций со стороны Европы именно на транспортную инферструктуру. Вот это будет очень хорошая тема для них. Понятно. Ярослав, что нравится из этого? Время ли подбирать Фосагра или кого? Ну, я бы не спешил, наверное, все-таки до того момента, пока Минфин не уточнит, по какой формуле они будут взымать эти налоги дополнительные. Почему? Потому что если они будут брать 30% от сверхприбыли, то это вполне позитивный показатель. Я бы брал, наверное, всех сразу. Всех сразу. А вот, кстати, у нас Татьяна в чате пишет к нашему эфиру на канале РБК Инвестиции. Минфин сказал, пошлины на удобрение будут действовать два года, покупать Фосагра и Акрон только в долгосрок. Адобрать сейчас или, может быть, еще будет падение? Как раз вот в Пандан. Вот. А если говорить про вот прям текущую конъюнктуру, ну, Фосагра после дивидендного гэпа может еще, мне кажется, чуть-чуть просесть. Так что здесь в большей степени, мне кажется, надо ждать точку входа более интересную. Ну, а если котировки развернулся на закрытие гэпа, то надо этим пользоваться. Понятно. Александр, а кроме Фосагры, я не знаю, тот же самый Акрон. Что? Или, может быть, там вообще второго порядка компаний? Ну, компания второго порядка, да, действительно, тоже интересная. Можно взять, допустим, и Фосагра, и Акрон. Да, то есть здесь... А можно не взять. Что бы все-таки рекомендовали взять, вот, например, в два года? Рекомендации здесь... Не-не-не, не инвестиционная рекомендация, что больше нравится. Мы не рекомендуем, но что больше становится. Фосагра, и я бы все-таки присмотрелся, Куйбышев Азор, да. Вот, все-таки, опять-таки, да, я, в принципе, предпочитаю акции второго эшелона. А почему? Ну, маленький фрифлоут, можно, собственно, там, когда вы играете более-менее такой интересной суммой, да, то вы можете, собственно, сами управлять процессом. Это, конечно, не манипуляция, но все-таки. Ну, разумеется, да, но это все-таки для специалистов. Ярослав, вот кто-то еще из, условно говоря, производителей удобрений нравится вообще? Или мы вот за пределы этой тройки нашим зрителям, которые не глубоко в теме удобрений, не стоят ли? Нет, я думаю, что нам и нашим зрителям не стоит заходить дальше даже двух бумаг. Почему? Потому что на Куйбышев Азоте уже все-таки ликвидность поменьше. Да и на Акроне, в принципе, она тоже достаточно, так скажем, не очень высокая. Наиболее интересной выглядит, конечно же, история ФосАгро. Почему? Потому что крупная компания, хорошая капитализация, хорошая ликвидность на рынке. И в этом отношении риски, связанные с входом-выходом для физика, они могут являться определяющими. Это не так, как, там, не знаю, профессиональный управляющий сидит в засаде, ждет, когда что-то произойдет, там, и так далее. В этом отношении ФосАгро, мне кажется, выглядит наиболее привлекательно. Но, опять же, стоит учитывать текущие риски вопросов экспорта и плюс ко всему. Вот если мы говорим с вами про все-таки производитель удобрений, комплекс удобрений, в том числе в составе азотных удобрений, все-таки это экспорт газа. Да, то есть мы здесь имеем ситуацию, решение вопросов, связанных, там, по поставкам газа в Европу, мы тут же увидим некие откаты на ценах. Посмотрим, будем смотреть, как эта ситуация с газом будет развиваться. Ну что ж, к сожалению, увы, время, спасибо большое. Ярослав Кабаков, Александр Фетисов, это гид по инвестициям. Как обычно, ваши предложения, вопросы оставляйте в комментариях под выпуском гида на YouTube-канале РБК. Инвестиции, подписывайтесь, чтобы, интересно, вдруг не пропустить. Пароли явки сейчас должны увидеть на экране. Как обычно, инвестируйте с умом, не на всю котлетку, как мы уже говорили. С холодной головой не забывайте учиться, берегите себя.